Елена сказала, что вроде как им запрещено даже приезжать туда. Я переспросила, вам запретили приезжать или принять крещение? Она приезжает. На крещение она говорит, меня встречаете, ночью, кто будет встречать и зачем? Я говорю, не зачем. А раз крещения нет, встречать никто не поедет. Встречать, а потом ночью прожать, у меня не машина, ничего не достала, вам приезжать, не зачем. А она пускай остается, она на свое давит, она давит, потому что, ну не по ее, значит, обувь и все, ему не нужны ее, друзья, нет, а потом, не простите, это уж было уже с нами, она уже на третий круг заходит. А мы узнаем, что они с помощью нуждаются. Приезжать просто потеряю, когда я хотел отдыхать, потеряю, там питание здесь, садить что-то, козу завести, я обещаю, что козу завести надо кормить, надо сарарить. Понимаешь, ты приедешь и ничего нет, я наделаю, что кому-то на шерсть есть только, на шерсть, а тут каша сарю хозяйство бьется. Я городской, я нездешний, я прописан, да, ладно, не двигалась слишком, вот я снялась, я знала у женщины вот такую, не такую, но есть, она узнала, муж где-то там остался, это вечеринка, бывали что-то, она пришла как бы с ножом, и она ударила его, но не на смерть, он успел в ней вышибить нож. Был суд, судей, но из-за того, что много ребятишек, ее там подержали, сколько-то отпустили. Вы нас за находитесь, потому что, знаете, с южными народами, какая-то, в каком-то государстве женщина, я тоже знаю, я, вы тоже арестовали, но с родственниками, она опять из-за ребятишек, ребятишками играет. Так что, мне это не было, я очень хорошо известно, я не говорю людей, кто, но говорю, не исключая, не в отрыве от главной темы. Так что, решение принято правильно, и батюшка это так сказал, я передал эти слова. Она каталась мне крещения, тогда мне зачем все осталось, то есть любыми путями крещения принять. Я говорю, в любом храме ты можешь принять, захвати, там, ну, так. Все это неправда будет. Мы определенно, четко поговорим. Святой епископ Новгород говорит, приходящих от блудной жизни не скоро допускать до хрещения. От трех до пяти лет. У нас все это выдерживается. А где еще храмы? Нигде. Нет, здесь не то выдержим. Нигде. У нас опираться не на кого. Я опираюсь только на каноны. Я спрашиваю священникам, ну, а какое у вас, сколько срока оглашения? Ну, патриарх сейчас занастаивает, мы делаем оглашение. Сколько-то? Ну, минут 20. 20, и перед ним 200 человек пришли. Кто что знает? Никто. У нас был епископ. И этот епископ тоже решил, как положено. Ну, пришли крестить. А что крестить пришли? Неверующие. На работе и говорит, ты сына-то крестил? Он говорит, да нет, я тебе верю. А что, тогда бабка говорит, еребенец, не хочет водиться. И говорит, снег из себя водить. Ну, решил крестить. Причина-то какая? Побуждение со стороны. И теперь, а что знает? Да ничего не знает. А ты веришь, что? Да ничего не верю. Это так, это поповские рыдомки. Но у меня тёша, она верит. И бабка тоже, поэтому пускай. Вот так верят-то. И вот он такой человек приходит в храм. И наткнулся на нашего епископа. И он говорит, вы ещё ничего не знаете, а надо знать. Иван перечитает. Он говорит, согласен. А у него там бочонок пива купленный, бродит. И товарищи сегодня придут обувать сына. Всё как положено. Кем положено, не говорят. Дальше. Он уже когда открутнулся, пошёл, ивангелий. Он говорит, евангелий как он подает у нас. Вот так бывает. Точок, тачок. Свой комок внутри церкви. Он купил. А то сам епископ рассказывает. Тогда вернулся он назад. Он говорит, ну я купил. Ну и хорошо, говорит, сейчас у нас занятие открывается. Ты приходи, и занятия будут. Он говорит, послушай, фоп, ты что в разбитом моем морозе? Так ты крестить-то будешь или нет? Я говорю, ну мы посмотрим, как он. Да пошёл ты на! Как, говорит, в храме-то послал меня на трибуху-то. Я тогда только понял, куда я, кого зовут-то. То есть совершенно не верит. Человек бесноватый. И я его, вот об этом никто-то говорит о подобном. Дмитрий Смирнов, как говорится, правая рука патриарха. 20 лет крестил, никого нету. Где эти мальчишки-наркованы? Где эти девчонки-бэ? Идут на панели. Я понял, что я делаю. А в одном месте и говорят, ну хоть деньги-то не взяли. И заголовок ротика. Самый наглый полк. А у вас как? У нас соглашение тоже. Не 20 минут, а 500 часов. А то умножить натрием полторы тысячи раз. У нас больше времени, а это отпускается, чем у них. Полторы тысячи раз. Ну 20 минут, а то 3 получается. 500 на 3 умножить. 500 полных часов. И то после этого еще половину уйдет. Проверенное. Все, и под разными причинами. Тем более к себе мы никого не зовем, не тянем. Ну вот, у нас такая в общем. Так вот сейчас. Она домой приедет. А ты знаешь, чем заниматься будешь? Сейчас ты приедешь. А завтра будешь, да посмотри на нее. Ну еще, ничего нету. Занятие какое? Никакого. Никакого. Она одна броя. Она ни на что не наставит на своем. То есть во вред собственному чаду. То есть это неукротимое зло идет. И поэтому явно видно, что правильно все сделано. И она нас пощадить может. Какой? Когда соев не щадит чадо. Нет, вот эту ножку в руки. Женщина. Она говорит, страшнее смерти. Сарахов говорит. Женщина, через нее все мы умираем. Источник смерти. И только через Богоматерь делается источником жизни. Дьявольское орудие с ручками. Дьявол погубил как? Дева. Заговорила древо. Познание добра и смерть. Водами все умирает. А же это, везубисть. Дьявол ударил. Дева, древо и смерть. Дьявол была девой в раю. Она не познала мужа. Христос говорит, вырвал и ударил дьявола. Дева Мария, древо Христа на Голгофе и смерть своя. Вот как Иоанн Златоуст увидел. Я бы никогда такой связи не увидел. Здорово? Очень. Как запоминается Иоанн Златоуст. А здесь нет ничего. Я думал, я мечтал. Слово мечта имеет в Библии только отрицательный смысл. Никогда положительный бой. Эти мечтатели. Кремлевский мечтатель. Как Герберт Уоллс пишет о Ленине и другие. Нет мечты. То есть желание. Желание выполнимое. И слово проблема. Исключить. А что? Нерешенный вопрос. Понятно тогда проблем. А что проблем? Конкретно. А тут американцев ухватили. Американцев у них все, 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 all right. Везде. Уже все. Библица, этот торговый центр. А говорит, ты говоришь, я ничего, ничего живу. Говорит, все будет хорошо. Через минуту все рушится. От американцев все будет хорошо. All right у них везде. Все будет хорошо. Хотя видно, что гибель, смерть, все будет хорошо. Лживая. Лживая праздность. А у русских как Бог дает? Насколько большая разница. Это так называемый менталитет нации. У русских как? Добрый день. Бог помощь. Бог помощь. Переведите. Где царь, это, what for your help? Ну, где? Да нет, это в нации. Там я могу составить предложение, но оно не является народным таким. Бог помощь. Спаси Бог. Спаси Христос. Нет этого. Save your Jesus Christ. Она же не будет отвечать. Вот я предложение составляю. Но это в природе. Спаси Христос. Оно звучит на каждом шагу. Это русская нация. Залайберная. На распашку. Все ни по чем. Пока не дойдет до дела. А когда дойдет, он берет дубину и воздает до тех пор, пока мозги все не вылетят. Кто это пишет? Война и мир. Начало. Льва пустого. Долго, говорит, пробуждается. Моя сияет на коне. Держись, земля. Все дрожи. Так русский человек отжил свое. Правильно? Так. Но у Бога другие замыслы могут быть. Сегодня считают оплот православия здесь. Православное. Какого православия? Я не знаю. Но Бог может все изменить. А в Хирии приехал один к нам и говорит. Я в Америке был. Сказал, что Россия возрождается. Я говорю, а где вы это видели? На вашу общину. Был блошиный укус. Знать сколько всего-то. И то это берут. Много там, где Бог. Большинство там, где Бог. А если много Бога нет, там ничего нету. Бога и нету. Коммунизм. 18 миллионов коммунистов было. Дунул в одну ночь ничего нету. Да там какая-то дисциплина была. У Гитлера. На Сынке. Там все по часам было. Все смехнули. И Гитлера нигде нет. И Сталина выбросили. И Ленина выбросили. Выборшим будет. Нигде не будет. А Слово Божие живо. Живо. Она слушает. Не противовещит. Ничего. Кошка-то. Она верующая. Верующая у нас. Она мшелоимством занимается. Есть такой. Грифба одна пришла. Батюшка. Я виновна мшелоимство. А что такое? А я в санэпиденстанции работала. Мы шейтерами. А мшелоимство означает кроковорство. Да, да. Себе, себе, себе. Ну, люди не понимают. Вот наша мама считает так. И взявши орала, обрящаяся вспять. Не управила десарствия. То есть, кто взялся, орала, орала, это плуг. А мы-то не знаем. Мы говорим, что такое. Ну, пошел за Христом, до крыла, ты не вороти назад. Орала, рыла, все. Провалилась маленькая. И посмотрел, сколько у него удовольствия. Так еще и лапой зацепилась за тело прямо. Когти туда вонзают. Ой, да-да-да, вольные мужчины. Встретились. Любая животина любит ласку. О, ой, как еще укусило. А эти сегодня как погнали овечек, они уже не знают, куда деваться одни. Овечек? Ну, все-таки вам интересно было? Да. Маша вчера с собачьей с моей бегала. Я не знаю, кто больше упарился. Кто-то шарик или нет. Понравилось? Она туда закатила, только не надо, она до глаз. Вот, до того стена вот, и тут до поворота. Нет, с глаз не надо скрываться. Я вышел, тебя нету, я беспокоюсь. Шарик отдала, и она с ним одна гуляла. Бегала. Она довольна, смотри. Ну, все, записался. Вот, ну, видите, как гелатки сложила. Надо больно, это еще и было. Вставать не окунь. Режая. Вставать надо. А, на работу идти надо. Мышей ларить надо. Шалоинством заниматься. На шкаф надо посадить. Э, нет, почем зря. Ну-ка давай поднимемся. Перед нами становимся. Давай, помолимся на работе. А, на каждом минуте сидеть на шкупе. Вот. Готовый день. Слава. Ешь. Боже, самому еще. Благодарю. Благодарю тебя. И дела наши устроят по воле твоей святой. Трудно сделать полезным и безопасным. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Ну, мы к тебе уходим. Сейчас я посмотрю, что можно делать. Видите, все, заворачивайся. Да, да. Чего не делай. Спасибо.